Дорогие котята, с вами по-прежнему я Суперкот и ох как долго ж меня не было, аж блин две недели, да-да-да, знаю, задержался, бывает у меня такое, ну в общем-то, что ж я сегодня хотел вам сказать, ну во-первых, я прошел полностью вот это испытание, все или ничего, заработал этот кёнигсек, потом прошел вот это, ну естественно, когда мне не хватало времени, я просто тупо за деньги его прошел, ну и вот это просто на скорость, на время даже я бы сказал. Так, сейчас у нас с вами есть два состязания, это на Volkswagen IDR, который вы видели в начале, потом у нас Blackwing, City 5V, Cadillac, ну и просто гонка на время, во-первых, вот вам этот самый Volkswagen IDR, и сейчас я вам покажу, что у меня есть кёнигсек, сейчас проще сделаю, нежели сейчас искать, вот, 7 из 7 кёнигсек, вы видели там, тут текстурки, по-моему, не прорисованы, или фары просто этими малополигональными, да, есть такое, ну ладно, так, Jessica, 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 вот он, вот, имеется, тачка класс, я потом постараюсь, если, конечно, не забуду, покажу вам салон этого автомобиля, он довольно классно выглядит, да вообще тачка сама офигенная, на самом-то деле, у нее вот этот спойлер, он как бы живой, как я уже говорил, так сказать, аэродинамическое живое крыло, образно говоря. Так, ну сегодня, во-первых, давайте, ну я этот с Volkswagen начал раньше вас, можно сказать, раньше записи видоса, и поэтому второй этап, можно сказать. В первом там, по сути, тупо катались по этому, по Дайтоне на скорость, и все. Так, а, вижу, тебе удалось пережить тренировку для космодавтов, в таком случае, добро пожаловать на Нюрнбург Ринг. Ну да, на Нюрнбург Ринге гонять будем, классный трек на самом-то деле. Прежде чем попробовать поставить мировой рекорд, давай освежим твои знания о трассе. Да, да, вообще, я этот Нюрнбург Ринг давно вообще тут не видел. Так, мы собираемся откорибровать батареи, сделать несколько прогонов по трассе, чтобы сегодня мы, чтобы сегодня, когда выйдем в прямой эфир, съемочная группа отследует с воздуха. Так, не стоит мне пришивать, если не повредить товары, в смысле? Просто ехать и все? Или как? Вторую позицию на расстоянии, не обгоняйте, не повредите. А в смысле он тоже на этом? А фары-то мои где? Я ж не вижу нифига, или они у меня бутафория здесь? Как тупо текстура. Ну, кстати, знаете, ребята, этот Volkswagen, он реально на поворотах скорость не теряет максимальную. То есть на той же Daytona я вот тестировал, можно сказать, мне надо было тестировать этот автомобиль. Этот. Там, там Mercedes-значок был? Блин, показалось. Я сомневаюсь, ну-ка, давайте еще разок. Да, там, по-моему, по-моему, там реально значок Mercedes. Сейчас давайте посмотрим. Блин, непонятно. Ну ладно. Короче, когда я его тестировал по заданиям, у него он реально на максимальной скорости проходит повороты. То есть он даже ее не сбрасывает. Это капец. А, так это вообще укороченная в халам версии Руба Фринга. Ну, хотя это непонятно почему. А в смысле времени идет? Э, а что за бред? Слышь, дядь. Мне надо, видимо, четко за ним е... О, нет, финишная прямая, ребят. Я не успел. Ну, чуть-чуть. Все равно не успел. Да и пофиг, блин, пропустим. Все. Так, IDR очень быстро, но для нас за это приходится платить недолговечность аккумулятора. Давай, откликунуть систему питания. Ой. Кстати, как я знаю, то что, по-моему, Volkswagen IDR это вообще первый электрокар от Volkswagen. Ещё на рентизле съемочной группы. Проверим, сможешь ли вертолет на знамена у нас. Разгоним все это. Дважды за заезд. Я буду следить за тобой мешать им снимать. Братанчик, а ты уверен, что ты сможешь меня обогнать? дважды. А теперь, а где же ваш вертолёт? Кстати, они небоэффекты доделали. Блин, и почему все вот эти фары-это бутафории, если в оригинале они у него светятся? Ой, разрабы. Воу, видали, смотри? Он даже не тормозит на поворотах. Смотри, тупо на поворотах он даже не тормозит. Здесь понятно, почему затормозит. Тут резкий поворот, трассы вылететь можно нафиг. О, один раз уже разогнались. А сколько там ещё раз? 265, опять? Вот и всё. Два раза есть. Братанчик отстаёт. Блин, а чего у меня с тормозами? Он как-то жёстко дрифтит. Тут почему-то все звуки электрокаров сделаны таким вот характерным свистом. Будь то Porsche, там какая-то Icon Turbo, или RDR, или E-Tron, это, аудио E-Tron GT. Все одинаково звучат. Братанчик, ты сейчас от меня можешь вообще на километр отстать. Смотри, просто на максимальной скорости несусь на поэта, на этих. На поворотах. Не-не-не-не-не, здесь подсброшу. Хотя, здесь он не будет сбрасывать. Он просто несётся на максимальной скорости. У него по максималке 304, ребят. Я проверял. 304 у него максималка, и как минимум на этом, на Daytona, там круглый трек. Но тут вообще замерять именно на прямой надо. Здесь нет прямого трека, к сожалению. А всмы... Ясно. Тот предыдущий круг, ну, до первого круга, видимо, был нулевым. Класс! Вот эти, кстати, диски соценивают. О! Ну да, типа есть анимация это грение дисков с этой тормозой. Ну, блин, так себе, даже без света. Хотя, какой свет, о чём я? И, блин, ну почему они именно Бриджстоун выбрали диск этой шины, когда есть хорошие тот же Хэнкок или Пирелли? Пирелли, блин, используют везде! В гонках, во всех! Нет, тут ещё ли Бриджстоун. Ну, или тот же Мишеллен, допустим. Хотя этого Мишеллена и так уже навалом. Ну, хоть с вами реально нет. Электрокар они сделали классно, на самом деле. Ну, это, по сути, самый первый электрокар вообще из их всех машин. Потом пошли всякие концепты кары по типу электрического гольфа, электрического фургона, ID-база, по-моему, ID-4... А, нет. ID... Чё там ещё было? Блин, даже не помню. Ну, сейчас ID-3 есть, ID-4, ID-5, ID-5 GTX. Вот сейчас выпускаются на данный момент серийно. Ну, и, возможно, когда-нибудь в России появятся у нас... Ну, пока неизвестно когда. Братанчик, ты от меня уже на 2 километра, боюсь, отстаёшь там. Смотри, просто на максимум... А, 1500, полторы тысячи... Ой, полтора километра. Тихо, не надо стараться. А, вот круто взял, сразу тормозить начал. Интересно, а он будет быстрее Формулы-1 или нет? Вот мне вот это вот интересно. Я бы реально посмотрел, как этот... Прикольно, если бы разработчики тут сделали гонку именно вот ID-R против Формулы-1. Это было бы прикольно, на самом деле. Что-то я звука вертолёта даже не слышал. Вертолёт, вертолёт. Да-да-да, блин, опять повредили тачку. Давай на максималку восстанавливай. Здесь я тебя оставлю. Пришла пора для попытки установить мировой рекорд. В смысле? Минута тридцать четыре, один круг. Эммм. Типа гонки на скорость. А где я стоял там? Это в смысле вы пол... Нафига они всю трассу показывают, когда меня на ней нет? Вот я первый стою. Алло, о чём вы? Я даже на пять десятых... Колеса не могу съезжать с трассы. Вы серьёзно сейчас? Так, ладно, ребятушки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А я съехал. Не, ничего. Ну ладно. А, или это они имеют в виду, кстати, минута тридцать четыре. Это типа рекордный урбурф ринга? Урбурф ринга, ну да. Так, за... За это, за блюрим. Какой-нибудь картинкой, допустим, с теми же поняшками. Так-так-так-так-так. А всё, ребят, я победил. Да нет, шучу, конечно, тут не финиш ещё. 45 секунд. Вот, вот, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Гони-гони-гони-гони-гони. Нормально. Там чуть подзбавил скорость, но нормально. Валим. Тихо. Ух! Не, ничего. А, надо всеми колёсами наехать, а я только двумя наехал. Ха-ха. Ем... 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 Смотри, 291 валил. 12 секунд. Не, ребят, это нереально. Это нереально. Я не смогу это сделать. Это нереально. Одна. 51! Тысячная! Или десятитысячная, офигеть! Там 51 была, ребята. Это жесть. Ну, мне кажется, если бы я не останавливался, я бы, может, и быстрее проехал. Ну, ладно. Да-да-да, всё, я молодец, отдайте мою пятихаточку. Так, получилось, тебе удалось побить прежний рекорд. Да, я король урбургинга, выкусите. Теперь тебе принадлежит новый рекорд, кругосновленный на этот раз электромобилем. Плюс электромобилю, плюс тебе за лихрепное пилотирование. О, здорово, хрец горы. Давно не виделись. Брр, какой раздражающий звук. Неужели море-кот был побит тобой с жалкой пародией на пилота и этой бормашиной на колёсах? На колёсиках? Братан, ты реально, ты когда-нибудь, ты нарвёшься. Ты уже нарываешься. Пародия на пилота. Пошли один на один. Давай там, садись за какую-нибудь свою гиперкорыто, я Бугатти Болит возьму. Тебе точно хана, братан. Я тебе реально говорю. Вот реально, жалко тут нету этого. Какого-нибудь там типа редактора карты или создания карты. Допустим, какой-нибудь этот, 24 часа Лимана карта, допустим, да? Не старая, а новая. И потом этому Маркуса за руль максимальной сложности, допустим. Там какой-нибудь ему, ну не знаю, не Хенеси Веном там, на какой он обычно ездит, я даже не знаю. И меня на Бугатти Болит. Ну, там посмотрим, кто кого. Хм, верно, Магнус управляет рекорд круга на старом добром двигателе внутреннего сгорания, но он же ДВС. По-моему, мы его разозлили. А давай проверим, как ты выступишь против реального автомобиля и реального пилота. Братанчик, ты реально нарвешься? Я тебя вынесу, придется только завтра это делать. Так, здесь гонка уже опять-таки на Фольксвагене на время. Ну, давайте разочек. СПА, ну СПА так СПА. Давайте, кстати, ребят, краску поменяем Фольксвагену. Есть такая красненькая, а есть беленькая. Давайте беленькую оставим, что ли, она прикольно выглядит. Нет, давайте все-таки красненькую. Да, хоть там с китайскими символами. Пусть будет красненькая. Блин, я даже не знаю, сколько уже там запись идет. Мне надо еще успеть на этом прокатиться. Ух, ешкин. Подожди, так это не СПА или СПА. А, нет, это СПА, СПА, да. Давайте немножко от первого лица поедем. Тут на максималочке проносимся. Просто тут обычно, вот обычные машины, на которых я катался, все тормозят. Этот же просто валит, не тормозя. У него, видимо, настолько гениальная аэродинамика, что можно спокойно ехать, даже не волнуюсь о каких-то там тормозах. Ну, здесь уже, простите, здесь придется реально притормозить. Тихо, Вольксваген, спокойно. Конечно, все понимают, там бодрячком валишь. Но, блин, не до такой же степени, чтобы слететь с трассы резко можно было. Вот, 309 максималка, ребят. А, тихо. Возможно, там кто-то и быстрее, может быть, эту трассу проехал, типа без помощников, там, в вождении, в торможении. Но просто, ребят, если я это все отключу, вы ничего не увидите, кроме бомбящей... бомбящего меня. Потому что это просто невозможно будет водить. Минута 31, нормально так проехал. Минута 41, 983. Нормально. А кто там быстрее проехал? Это минута... А, минута 29. Ну, без помощников ездили, 100%. И 4 подрубили. Так, ну все, косарик забрали в корзину. Ну и давайте трек-дэй посмотрим, что тут нам предложат. Так, утро доброе, как насчет немного размяться перед гонкой, которая состоится на этой неделе. Хотя, кажется, пока еще никто не приехал, кроме Магги. Магги? А, ага, похоже, звездная команда отсутствует. Без команды готовится быть трудноводна, а без автомобилей и тому подобное. Плохо, что команда поставила тебя в сложность ситуации, дружище. Готов продолжить тебе на тренировке свой Кадиллак, Сити 5V, Блэквинг, он же Черное Крыло. Как заблотливо с твоей стороны Магги. Всегда рады вместе с тобой размяться. Ну, давай. Надеюсь, пока мы разминаемся, твоя команда подъедет. Приз Кадиллак, Блэквинг. Ох, 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 блин, хорошо выглядит. Давайте его сейчас поближе тут рассмотрим. Что покраски? Так, голубенький. Прикольно. Красненький. О, вот это вот, его я покрашу в красный. Нифига, у него там мультимедийка, блин, целый планшет. Серенький. Тоже ничего. Такой темный серенький, даже с зеленоватым оттенком, я бы сказал. И черненький. Ну, черненький это для любого Кадиллака хорошо. У нас сегодня беленький. Блин, реально хорошо, классно выглядит. Сити 5В и какие-то там штучки интересные, непонятные. Ну ладно, ребят, а ну-ка давай, а чё, чё, чё там? 41,7? А, да как-то пофиг, мы сейчас ему этот, шины с десулями вкачаем. Почему бы, собственно, и нет? Ну, тормоза уж точно надо. Тормоза всем нужны и всегда. Подвесочку тоже. Немножечко улучшим автомобиль. Выхлоп давайте. А, блин, он скорость даёт. Ну ладно, будет чуть пободрее ехать. 51,1. О, вот это я понимаю. А теперь погнали. Пройдите круг за минуту 40. Давай попробуем. Ох, ё. Э, в смысле ты первый? Э, так не честно. Хоккенхайминг. Мерседес. Ну-ка, погнали. Картонные людишки. Блин, тачка классная. Так, Charger. Blackwing. Чё там ещё? Lexus. Mustang. Там, по-моему. Ну-ка, давайте-ка, ребят, глянем, чё там ещё. Lexus. Camaro новая, Camaro старая. По-моему, Hyundai. И Dodge ещё один. Давайте попробуем. Ну, хорошо звучит. Нестандартно, между прочим. Ну, естественно, LED-фары. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ох, ё. Я же говорю, планшет вкорячили в мультимедийку. Планшет целый. Блин, ну прикольно выглядит. Ну, конечно, я навряд ли буду думать, что разрабы будут добавлять сюда эскалайд-кадиллак. Ну, хотя в Форзе Motorsport 7 он есть, но это же не Форза, блин, ребят. Тут свои, так сказать, правила и вкусы. Там свои. Блин, прикольная полоска дорудия. Вот это красная. Подрулевые лепесточки, они же переключатели скоростей. Ну, по сути, это обычная гражданская машина, как и многие здесь взятые вместе. Вот я, знаете, вот я не знаю, чем мне вот задняя его часть напоминает. Что-то вот она мне напоминает, вот серьезно. Что-то там где? Что, дочь не едет? Хотя, может, и я бы не ехал, ну да ладно. Минута 31. Минута 35. Ну, окай. Так, под напряжем, под напряжем, под напряжем. Фу, блин. Под напряжем или под напряжем двигатель, поддерживая среднюю скорость. 88 миль в час, а вы меня в будущее решили отправить? Или в прошлое? Блин, а реально, а почему они Делориан не добавят? Блин, EA Games, добавьте, пожалуйста, Делориан. Я, кстати, думаю, то, что все-таки может быть этот, в будущем формула, я думаю, следующее будет уже обновление по формуле новой. Ну, блин, я очень сильно хочу, чтобы добавили Делориан. Вот в Форзе Хорайзен 5 он появился. А никогда его в Форзе не было, по-моему. И вот он появился. Ну, блин, ну 88 миль в час, ну, ребят, я пропущу, но я бы покатал, вот честно. Ай, блин, не успел прочитать. Минимум на втором месте. А сколько кругов? Два круга. Блин, я не успел прочитать. А я на каком, ребят? Ну-ка, покажите. На третьем каком-нибудь? А, на четвертом? Да это еще и не целый круг. Ну, погнали, че. От первого лица можно немножко прокатиться. Вот, блин, они рассосались тут. Это нехорошо. This is not good, как говорится. This is not good. Давай, 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 давай. А, слепстрим здесь нет. А нет, знаем, что такое слепстрим. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, 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 давай. Кочегарь, кочегарь, кочегарь. Мелбурн. Как Мельбурн. Ну-ка, Мельбурн, это же Австралия, а не Нидерланды. Подожди, он на Б... А, он на Лексусе. Блин, я думал, это БМВ какая-то. Так, ну я типа на втором. А где это? А, вон тащится. Ну что-то вы совсем медленная, дамочка. Вроде там чарджер, демон, все дела, СРТ. А, едет. Жалко, тут нельзя, по-моему, выставлять сложность. А то я бы посоревновался с более сложными ботами. Ну шо? Шо вы там говорили, минимум второе место. А мы скажем вам до свидания. Я, ребят, извиняюсь, что молчу, просто надо сосредотачиваюсь. Хотя тут еще сосредотачиваться. Толка уже никакого. Ну давай-давай-давай-давай-давай. Ну и все, финиш. Проехали. Хотя, блин, было прикольно. Разгонить до 88 миль в час и подержать среднюю скорость. Ну, если бы это была машина времени, я бы, естественно, не отказался. Шутка ли, 88 миль в час. Сразу бы в будущее полетел бы. Узнал бы, что там в новой обнове будет. Вот плохо, что здесь нету российских трасс. Той же Сочи, потом Москва Рейсвей, потом в Санкт-Петербурге. Вроде новая трасса для Формулы должна быть в этом сезоне. Но ее отменили. А, нет, в этом сезоне Сочи, а в следующем уже Питер. Ну, блин, почему ЕГейбс добавили там тот же российский спорткар, я не помню, как он назывался, в Need for Speed Most Wanted 2012 года для телефонов? А здесь они даже не добавили сочинскую трассу хотя бы. А это одна из основных по формуле. Ну, что за бред? Похоже, тебя пока не было, Майкл оставил голосовое сообщение. Дружище, ты не повредишь, что у нас был за день? Рейс перед насилием отменяли, творилась какая-то чертовщина. Ну, в общем, мы отправили Айфмеда за билетами, но... Похоже, вместо Хокенхайма мы летим в Хэмилтон. Подожди, Хэмилтон, в смысле, к Юлису Хэмилтону, что ли? И Айфмед еще имел наглость посадить нас в эконом-классе. А вы еще и... Это что там, бизнес-классом, слышишь, блин? Нет, я понимаю, конечно, там, менеджер с агентом. Ну, нахрена вам бизнес-класс, блин? Блин, это что там, как короли, что ли? У вас что за самолет у них, интересно? Ладно, там, если Боинг или Айрбас какой-нибудь А350, но если там А380, тогда и вообще все, до свидания вам. Уфига себе, блин. В эконом-классе еще возмущаются. Да там топ, может, эконом-класс. Да-да-да, Наталья сейчас рвет и мечет. Мы что-нибудь придумаем по поводу подготовки гонки. А пока просто. А, да, хорошо. Стюарт просит включить режим полета. Мы сейчас взлетаем. Ну, ладно, допустим. Ну, просто эконом-класс, естественно, дешевле. Нахрена вам бизнес? Ну, а ты не переживай, к началу главной гонки мы успеем. А-а-а, то есть там... Да не переживай, ты дружище, у тебя тут специалист, который целой команды стоит. Ну, ладно, постой, ты хочешь заняться подготовкой нашего пилота? А то, и у меня имеется идеальный план. Думаю, пора нам сменить обстановку. В Техас! Поверь, 9-часовой перелет этого стоит. Теперь, когда наша незаурядная команда в сборе, нужно разработать план. Познакомьтесь с программой подготовки от Маки. Сенсационной и революционной, но совершенно неиспытанной. Ой, какой кринж. Во-первых, мне надо увидеть фронт работ. Покажи лучше время круга, чтобы... Да блин, идите нафиг со своим кругом. Хорошо, очень хорошо, но можно лучше. Тебе надо пройти след... До свидания. Теперь тебе... Да блин, достали со своим временем. Пришла пора с Трени Маки взяться за дело. Не дергайся, держи за... Да блин, да вы достали. Ребят, я на время не люблю, поэтому пропускаю. Надеюсь, не обидитесь. Так, я вижу уже лучшее. Не погоди, кажется, кто-то звонит. Маки, ты зачем нашего пилота похитил? Да вы не переживайте, ваш пилот сейчас проходит лучшую подготовку, какую можно получить. Наталья, забронируй билет на рейс Техас. Да, еще один. Не волнуйся, дружище, мы тебя вытащим. Да нормально. Ну надо же, похоже, что-то... Вернемся к нашей программе. А-а-а, какая наркомания. Далее, в программе подготовки от Маки Дубай. Нам нужны достойные соперники, которые приведут тебя в форму. В форму. Постоят, откуда на трассе взялись эти хачбеки? Похоже, мы рановато приехали. Я имею в виду, все идет по моему плану. Что ж, не будем терять время? Ой, эти автомобили... Для зверей в лоде была квинк, не представляет угрозы. Давай примешь участие в охоте и победишь с отрывом минимума 500 ярдов. Да, давай без... Давай, блин. Ой, ребят, наверное, уже сейчас видос надо будет заканчивать. Эти автомобили слишком медленные, чтобы предоставить какую-то угрозу. Ну, видимо, мы либо двигаемся в своем ритме. Либо обрушаем гнил, боже. Им на заднее стекло. Давай немного помотивируем эти хачбеки. Вы рофлите сейчас. Погнали. Дайте мне корпус попрочнее. Побыстрее будем ускоряться и ехать. Погнали сейчас салабешники им разрывать. О, так сливы это не хачбек. Ну, задние стекла так задние стекла. Придется пофиксить им их баги. Стой. Стой, сказал. Догоню я бассу тачку. Ой, простите. Я сказал, догоню я стекло выломаю. Стой. Стой. Здравствуй. Я тебе стекло выб... Давайте, знаете что? Я автотормоз сейчас отключу. Тут вообще попробую отключить. Сейчас просто на максимальной скорости, насколько это возможно. Врюхаюсь ему. На. Есть пробитие? Есть пробитие заднего бампера и фары. Но нет пробития лобового стекла. Давай, 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 давай. Газуй, 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 газуй. Ну, ребят, давайте уж, наверное, завершим на этом после этого видосик. Как раз после этого испытания. Если я смогу его пройти, конечно. Давай. На. Есть пробитие заднего стекла? Есть пробитие заднего стекла? Погнали. Надо еще пять. Дрест. Пора включать автотормоз. Боюсь. Новый автомобиль уже повредил. Прости-ка, Дилак. Мне придется это делать. Это причем не хатчбеки. Это вообще седаны. Ну, где, дру, второй? 400 метров. Куда ты там так далеко уехал, братан? Да, внутри все плачевнее, чем и снаружи. Все в трещинах. Ну, 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 давай, 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 давай. Кочегарик, кочегарик. Не проедем, ребят, пропускаю. Это прикольно, конечно, но... Вон он, вон он, вижу. Вижу, гони, 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 гони. Автотормоз, нафиг, гони. Не тормози, просто гони. Приближаюсь. Ну, куда ж с трассы? У меня Кадилак уже влево ведет. Сити-5 уже ведет влево. Капец. Стой! Не, ребят, это нереально. Это очень трудно. Да, естественно, полтачки сразу в ноль. Давай, чини, блин. Едите, короче, нафиг. Все. Разбили. Похоже, их мы немного взбодрили. Согнали с трассы. Теперь пришло время для настоящей гонки. Пятерых соперников. Да, ребят, давайте вот без обгона время... Ой, бред. Так. Давай-ка разгоним эту губ-компанию. Твой автомобиль должен стать единственным, кто выставит в этой гонке на... А, выбывание. Да тоже, ребят, давайте пропустим. Да, тупо все этапы. Пару гонок. Нафиг, нафиг остальные. Просто пропускаем их спокойно. Но никто мне это не запрещает делать. Почему бы и нет? Понимаю, почему твоя команда считает тебя чемпионом. Кстати, Ахмед звонит. Так. Маги, уделен, что мы до сих пор не получили записку, сопоставленную из вырезанных газет и букв. Спокойно, без нервов. Чемпион здесь. Чемпион. Мне пришлось лететь эконом-классом. Мне. Никаких тебе теплых полотенец, особых коктейлей. А я еще получил самый худший массаж в своей жизни от ребенка, пинавшего спину моего кресла. Поистине ужасный опыт. А, братан, а что ты хотел? Сам купил себе эконом-класс? Сам, простите, еще и выпендривается. Типа, ой, я не получил. Ой, какая досада. Билеты правильные, блин, надо было брать. Ах да, у меня для вас важное сообщение. Не теряйте бдительности до встречи в Дубае. Боюсь, мы сейчас от вас уже свалим. Хорошо, и так, в Каталунию. Я же сказал, без понятия, что вы сотворили с этим бедолагой, но нет ничего, чего я мог бы починить. Давай примем участие в испытаниях один на один и убедимся, что мои настройки сделали свое дело. Хороший и плохой что? Нас ждут новые трассы и новый славный день, в какой бы стране мы сейчас не находились. Чего нельзя сказать о состоянии нашего автомобиля. Возможно, программа обучения от магии оказалась для него слишком утомительной. Нет-нет, с планом было все в порядке, может, стоит посредить за температурой на всякий случай. Взрыв в финале нам совсем не нужен. Да-да, вы достали со своей средней скорости. Ну все, ребят, уже на этом, думаю, стоит заканчивать видос. Так, похоже, даже лучшим автомобилем не под силу угнаться за темпом программы подготовки от магии. Не хотелось бы это говорить, но, возможно, это конец. Приятно было снова погоняться за команду. В смысле? Не знаю, как долго еще продержится эта резина. Только не пари горячкой 60 секунд просиди на второй позиции, не обгоняя. Да блин. Ну, ребят, ну все-таки, уж давайте завершим это все дело. Так уж и быть. Видос затянется, возможно, как всегда, но ничего. Завершим, так завершим. В комбинизовании механика. Кстати, можешь мне объяснить, почему мне в панике звонил Наталья, которая сейчас застряла в Дубае? О, боже. Как бы там ни было, автомобиль-то в ужасном состоянии. Пройдя его для начала, я посмотрю, насколько все плохо дело. Что там с ним не так? Насколько все тут плохо? Ну, давай проверим. 175,6. А, Барселона, Каталин... А, Каталония. О! Феррари Спайдер? А он что, есть? Кстати, ребят, как насчет поставить этот Кадиллак на превьюшечку? Вот как-нибудь... Вот так. Класс. Хотя я бы даже... Вот так вот сделал. Другое дело... А ну-ка в негативе. Блин, прикольно. Погнали. Хотя стоп, куда погнали? Кстати, ребят, помните, я вам говорил, типа, а где же ваш новый экспериментальный вот этот вот фоторежим? Он, скорее всего, у меня есть подозрение, что он для iOS-а только создан был. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, есть, 177. Все, проехали Ну же давайте, ребят, реально добьем все-таки Так, сервис не нужен Давайте привод Побыстрее будет катать Интересно, ну сейчас максималка почти у него 360 И 3 секунды до сотни Так, вот сейчас 360 Блин, он довольно быстрым будет 373 у нас максималка вышла И 10 секунд в минус убрали для разгона То есть 3,1 секунды Можно так сказать Спасибо, не надо Так, ну что скажешь Без понятия, что вы сварили с этим беднягой Но нет ничего, чего я не могла починить Давай примем участие в гонке 1 на 1 И убедимся, что мои настройки сделали свое дело Постараюсь 4 раза Я-то могу, но мне лень Мне надо заканчивать уже видос Успеть закончить его Так, в копилочку Мы снова говорят, дружище И как раз вовремя Ну что, еще полетаем на самолете Блин, а вот у меня вопрос А как вы Как они Успевают Перегонять этот Кадиллак То есть они типа его Грузовым самолетом доставляют Или они Вот я помню там Слышал один раз то, что Доставляли автомобиль Именно пассажирским самолетом И типа вот так они и делают Типа просто берут Загонять автомобиль Специально Ну можно сказать контейнер Потом его в самолет И вместе с этим контейнером И самолетом они летят туда, куда им надо Или они типа грузовым самолетом Блин, интересно, как они это реально делают Так Сегодня важный день, дружище Мне было очень приятно с тобой работать А что насчет твоей программы? Ах да, в общем Вы только посмотрите, кто решил нарисоваться А, здоровенький Маги, мы за эти дни Шесть часов Мы за эти дни Сменили шесть часовых полясов Уверен, нам есть что обсудить Но не уверен, что сейчас Мой мозг способен это выдержать Сейчас в приоритете гонка О, прилетели, наконец-таки Так, удивлена, что тебе удалось добраться сюда одним куском Тем не менее, считаю, что нам пора отступить Поздно, мы на гонку Так, покажем, чему тебе удалось научиться Пройди каждый из кругов за минуту двадцать Три круга в Индианаполисе Да, ребята, ну не хочу я сейчас Три круга катать Что ж, это и было прям впечатляюще Не, ребят, я понимаю, конечно, то, что Возможно, мои все вот эти прохождения Это тупо пропуск-пропуск Еще раз пропуск Но Да ладно, уж один раз можно Так, инженерное дело на связи Похоже, мне в Каталунии не удалось все до конца исправить Возможно, у тебя небольшая пробоина в бензобаке Да, блин, пробоина Кто-то, видимо, очень хорошо ее перевозил В кавычках Все чисто, даже не способен Маки не способен убедить Блэквинг Так, лично, дружище, так, маги Я удивленно, похоже, ты заслужил пахлаву Дружище, это Майкл Давай не будем торопиться Пройди в др... Никакой порчи имущества До свидания, ребят Да, я уже это прошел, ребят Покажем всем, кто есть кто А-а-а А, блин, надо было? Ой, ладно уж Отлично, покажи тот дубайский трюк засадник Да, в смысле? За 4-10 Три круга Ну, давайте, ребят Финал уж с вами-то проходим По сути, за секунду все взяли и прошли А где? Эээ, да в какого фига я Где-то в жопе мира, извиняюсь за выражение А это прямая трасса Индианаполиса Мне вот интересно знать Блин, звук хороший Возможно, даже оригинал Кстати, ребят, я не знаю Есть ли в Форзе Хоризон 5 Сити 5 Блэквинг Сити... Там, как он? Сити 5 В Блэквинг Вроде так А, это вот такая трасса этого Урезанная А, на Порше, братанчик, Тайкон Тут я и думаю, что жужжит такое Ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай У меня 3 минуты осталось Да, к сожалению, это не Фольксваген А ИДР на максимальной скорости Повороты без тормозов проходить Тихо-тихо-тихо Авсмы До свидания Я прохожу этот этап за золото Отстаньте от меня, пожалуйста Все Кыш Все, кадиллак мой Хоть, по сути, и за бесплатно достался Без всякого труда Ну, ребят Ну, я решил его забрать, чтобы потом Не мучиться и с вами на видосы проходить Ну, да и как-то ладно Так, у нас 23 тысячи ровно Похоже, запатентованная программа подготовки от магии Увенчалась успехом Дружище, я просто поверить не могу, что эти люди пытаются увезти тебя от меня После всего, чего мы с тобой достигли вместе Прошу прощения Мы увели чемпиона Ай, это я образно Ладно, мне пора Удачки Минуточку магии Из-за тебя нам пришлось заплатить 4 За 4 международных рейса Не говоря уже о том, что ты его учинил в Дубае Думаю, CT5 Blackwing будет справедливой компенсацией Принимая во внимание, насколько наш чемпион хорошо с ним управляется И не поспоришь Заслуженная награда, дружище Нет, нет, нет Не так Молочина Обращайся с Blackwing хорошо Ой, братанчик Да ты реально хорош Ну, это уже мы с вами, думаю, чуть позже выполним Через 3 дня у нас тут Lotus Эксайдж О, Эксайдж, говорю Электрик Не помню, как он называется Макларен 720S Это Эвиджи, по-моему, Lotus А, Эвиджи, это Макларен Ну, ладно Забыл, как он называется, честно Ну, и через 15 дней, по сути, под занавес седьмого этапа Chevrolet Corvette C7 ZR1 Да и все В принципе Кстати, ребят Интересно, а вот как все эти этапы будут длиться? Тут типа 10 этапов и сезон первый завершится Я, кстати, и забыл то, что у нас тут Mercedes с вами Главный приз Сколько там до него осталось? Так, мы сейчас 23 тысячи ровно Так, 7 Это, а 14 тысяч нам осталось До, по сути говоря, финала Забираем все И на сей раз, ребятушки Заканчиваю я уже видос Всем огромное спасибо за просмотр С вами был Буру... Фу, Бурундучок Это этот, один из моих любимых ютуберов Как и Тимапс Он меня... Ну, не он меня с ним познакомил А я с Бурундуком Ну, как бы познакомился не лично А так, меня Тимапс с ним познакомил Блин, все, настолько пересмотрел уже В голове проблемы, так сказать Ну, цвет, я, ребят, шуткую Ну, ладно, все, ребятушки Давайте, всем удачки, котята Всем пока Ждите новых видосиков Субтитры сделал DimaTorzok